Хотите больше обзоров? Тогда подписывайтесь на Бусти. Там уже эксклюзивом доступны Не Время Умирать и Живая Саль. Что ж, давно пора признать Министерство Магии самой бесполезной организацией в мире магов, куда набирают исключительно по блату и самых тупых. Настолько, что несколько месяцев платили зарплату Гриндевальду, который был под оборудованным зельем и не смогли его раскусить. А мракоперцы даже прическу ему не смогли вздыбить, когда Гриня сам попер на них. Зато британский гримписовец смог за секунду скрутить его. И на радостях, что поймали самого мать его Гриндевальда, все Министерство ушло в корпоративный запой, когда у Грюни могли быть приспешники в Министерстве и на охрану его камеры минимум должны были поставить войско из металлолома. Они лишь накрыли его энергощитом, при котором приспешник Грюни, работник Министерства, выпив оборотное зелье, все равно сумел поменяться с ним местами. Чего бы так же не произошло, если бы Грюню до суда поместили под охрану Дементров. Но как до такого додуматься, если американский суд магии решил перевозить Грюню на летающем катафалке Санта-Клауса, когда куда быстрее и лучше было бы трансгрессировать. Да, вот такие они тупые. И чтобы спасти своего сотоварища и вернуть склянку с клятвой Дамблдора, Грюня нападает на конвой. И так как мракоперцы сегодня друг на друге испытывали заклинания «Мозги Атрофиртус», Грюня выпиливает их, словно годовалых детей, которые даже палочки поднять не успели. А когда он заклинанием уничтожает все палочки в радиусе 100 метров, они продолжают лететь за конвоем, чтобы просто... Вдохнуть! Точнее не скажешь. А далее Грюня устраивает благотворительный вечер и за свой счет дарит старперу в катафалке одноразовый прыжок без парашюта. И так как ни один мракоборец не догадался сообщить о нападении, Грюня спокойно улетает в Лондон, еще и вернув себе клятву, который лучший темный маг в истории Хогвартса решил всегда носить при себе, чтобы она случайно выпала из кармана и потерялась. И у него никогда не было бы возможности снять заклятие, если бы он вдруг решил раз на раз сразиться с Дамблдором. Ему бы у Володьки поучиться, как надо правильно прятать ценные вещи. Его нужно выпить. Выпить до капли. Да Володька по сравнению с Грюней будет просто профи. Прямо такой же как я. Как я в War Thunder. Ой. Ну а вообще-то у меня уже почти полностью прокачана ветка СССР. Так что я тут чего-то стою. Я играю под ником Кинокос. Заходите вместе покатаем. Ведь War Thunder бесплатная. И доступна на ПК, Плейстейшн, Иксбокс и Мак. К тому же недавно War Thunder получила масштабное обновление Danger Zone, которое добавляет в игру... Войско железных солдат. Ну пока нет. Это культовый самолет F-14, как у Мэверика, героя Тома Круза в Топ Ган. А также Напалм. Теперь можно жечь технику врагов. Затяжечкой. Кроме того, были улучшены визуальные и звуковые эффекты. В War Thunder есть наземная техника авиации и флот. И игроки могут объединять разные виды техники в одном бою. Абсолютно всю технику War Thunder можно прокачать. Открыть дополнительные гаджеты и броню. Особые спецсредства. Также можно прокачать экипаж техники, повышая тем самым ее характеристики. А учитывая, что в War Thunder появляется постоянно что-то новое, игрокам, которые перестали играть в прошлом, точно будет интересно посмотреть на новинки. Бесплатно качай War Thunder по ссылке в описании. По ней же все новые игроки и те, кто не заходил в War Thunder полгода и больше, получат полмиллиона серебра. Неделю аренды легендарных немецких танков, три премиум машины в подарок навсегда, бустер на прокачку, неделю премиум аккаунта и другие бонусы. Но нужно поспешить забрать все это, так как сезон немецких подарков скоро закончится. Ссылка в описании. И только в Министерстве магии Англии, где введен сухой закон, сотрудники работают на совесть. Хоть Ньют и поймал Гриндевальда, но отвечать за сбежавших животных в Нью-Йорке все равно пришлось, в виде лишения права трангрессировать, и теперь он ходит по судам, чтобы оспорить это. И животных он любит, потому что у самого интеллект обезьяны. В Хогвартсе влюбился в Лилю Ли Стрэндж, которую постеснялся позвать на Синовал, а когда его брательник не упустил такого момента, то перестал с ним общаться. Ты, Сеус, расстроился, что ты не смог приехать на ужин. Мы ведь столько раз тебя звали. Блин, ты ж так девственником помрешь. И так как чинуши опасаются, что миру будет хана, если Грюня все же доверется до обскура Криденса, предлагают Ньюту вернуть загранник, если он для них выследит Криденса. Вы хотите, чтобы я выследил Криденса? Чтобы убить его? Быстро вырубается, да? Но Ньют отказывается, потому что ему не подходит вариант, при котором умрет безобидный мальчик. Именно тот, который уничтожил пол Нью-Йорка и убил десятки людей, и может убить еще больше, если он вступит в политическую партию Грин-де-Вальда. Ну а лучший директор в истории Хогвартса, после того, как перестал принимать еду с опиумной приправкой, понял, что если Гриня займет должность президент мира, то ему в скором будущем настанет писец, и перед девочками в трусах не походишь. Попробуйте мыслить логически. Ну и так как Дамблдор живет по принципу, с ученицами тусуйся и Мартини пей, а всю сложную работу пускай выполнит плебей, то дает мне ту задание найти сестру Криданса, так как есть вероятность, что она сможет силой любви вывести из него Абкура. Обскур вырастает в отсутствии любви. Если у Криданса есть брат или сестра, кто-то, кто мог бы вытеснить Абскура, его еще можно спасти. И дает ему адрес своего кореша, создателя философского камня, чтобы он остановился у него в Париже, где сейчас находится Криданс. Только когда Дамблдор практически уверен, что Криданс это брат Литы, ему нужен был всего час времени, чтобы трангрессировать Криди, а потом с ней вдвоем найти Криданса и увезти в Хогвартс, чтобы сделать его там нормальным пацаном. Но его слова про то, что он не может идти против Грин-де-Вальда, Пи*** как дышит. По клятве он не может идти конкретно против Гринни. Но если бы он решил найти Криданса только для того, чтобы его спасти, то клятву заклятье он не нарушил бы. Но зачем напрягаться, когда есть мальчик на побегушках, который готов работать за бонусы спасибо? Хитрый упырь. О да, очень. Ну и чтобы Ньют в одиночку не нес на себе бремя и боняям, к нему в гости приезжает Беляш с Куни, которая вместе с Ньютом начала ходить в клуб анонимных шизофреников. Спустя несколько месяцев дружественного секса с усатеньким толстячком, девочка захотела за него замуж и получив от Беляша отказ, наложила на него любовные чары. Якобы я... Мы решили пожениться. Вот тварь! Но Ньют как верный кореш освобождает кента от чар и пухляш сразу же отшивает подругу грамотной отмазкой, что волшебницам запрещено выходить замуж за маглов. Если мы поженимся, и они узнают тебя, посадят в тюрьму, золотце. Красавец. И на фоне такой любовной истории Ньют решает навестить свой объект вожделения Тину, которая для него как личный сорт героина, которая еще и как раз выслеживает Криденса в Париже, куда Ньют и помчался с Беляшом. А до этого не приходил к ней с цветами, гитарой и вином, так как только сейчас осознал, что быть с девочкой куда приятнее, чем гонять лысого на ее фото из газет. Это истина. Ну а Криден с тем временем из-за того, что еще не придумали программу «Найди родителей», сам начал их поиски, чтобы получить от них прописку, ведь пока не изобрели тепло трассы, и зимой на улице спать как-то не очень. И в отличие от простачка Ньюта, даже не имея в кармане одной чеканной монеты, нашел себе девочку, которая оказалась еще той змеей и в будущем станет питомцем Валандеморта и завалит лучшего учителя за всю историю Хогвартса. Вот тварь! А вот Тину слишком рано восстановили в мракоборце, ведь выследив Криденса до цирка, не вызвало подкрепление, решив, что в одиночку справится с облаком магической силы, которого не смог уничтожить целый взвод мракоборцев. И благодаря ее блестящей тактике Криденс снова сваливает. Овца! Но зато представилась возможность познакомиться со своим братом по интеллекту Юсуфом, который выслеживает Криденса, чтобы убить его из-за терок их родителей. И как и Тина является гениальным стратегом. Вместо того, чтобы броситься в погоню за Криденсом, пока тот недалеко ушел, решает избавиться от Тины, чтобы она не мешала ему убивать Криденса. И когда уговаривает ее уединиться в его коммуналке с наполненной ванной винишком, Давайте бухнем. А точнее? И пока она кормит собой клопов, Ньют из-за запрета использования трангрессии покупает у предпринимателя ебаш-монтаж два билета до Парижа и последние координаты, где была Тина. И зайдя в магический переулок, Ньют, учуя запах просыпанного кокаинума, начинает его снюхивать и слизывать с дороги. И поймав приход через пространство и время, видит, что здесь была Тина. И что с ней разговаривал батя Блэйда, с которого слетела перышка с колумбийским порошочком, который Ньют сразу вынюхал. И через минуту, найдя Юсуфа и просит продать ему килограмм колумбийского лекарства от насморка и между делом пробивает за Тину. Кажется, что вы могли встречать одну нашего знакомую. Тину Голдштейн. И чтобы еще два дятла не помешали его мести, Юсуф ведет их домой и запирает с Тиной. Но из-за того, что Юсуф не мыл руки после туалета и чесал свои глаза, острая форма конъюнктивита дает о себе знать и валит мужика как подкошенного. И если бы Ньют не взял с собой грунта взломщика, то это место стало бы для них склепом. Очень удобно. Ну а Гриня же пока приезжает в Париж и снимает квартиру, заплатив хозяевам за аренду Авадыкидаврой. И с помощью магического черепа предсказания, купленного у команды битвы экстрасенсов, узнает, какой херней сейчас страдает Криденс. Сейчас он ищет мать, давшему жизнь. Он мечтает о семье. Он жаждет любви. И так как любовь может избавить Криденс от Абкура, Грюня посылает магическую версию Дэдшота убить всех его родственников, чтобы потом подставить ему свое плечо и натравить на Дамблдора. Криденс единственное живое существо, способное убить его. А Грюня-то вообще в маглах не разбирается, раз не знает, что Дамблдора может завалить даже обезьяна, если у него будет ружишка с приличным оптическим калибром. И вот по компасу Джека Воробья наемник выходит на Криденса и активировав режим призрака, как неожиданный геморрой вылетает из стены, заперев ней нагайну и Авадыкидаврит служанку, за что Криденс решает украсить стены его органами. И когда какой-то наемник сумел наколдовать защитную ауру, непробиваемую об куром, а потом спокойно трангрессировать отсюда, как интересно, по мнению Гринни, Криденс убьет Дамблдора, если не сумел справиться с наемником, который на 100 уровней ниже директора Хогвартса. Криденс единственное живое существо, способное убить его. Ты что-то путаешь, сынок? И когда Криденс совсем раскис, на помощь приходит Гринни и приглашает на свой форум магов-социал-демократов, где просветит его, кто он есть по жизни. Здесь ты найдешь доказательства своего истинного происхождения. И помимо того, что Грюня не знает о существовании маговской черной магии дальнего действия, еще и в свою армию набирает ультрадегенератов. Его пожиратели смерти познакомились на улице с Куни и под предлогом обсудить бывших под бокальчиком вина привели ее в штаб-квартиру на собеседование Гриндевальду. Привели сестру-мракоборца к своему боссу, который находится в международном розыске. Вдруг на ней какой-нибудь магический GPS-маяк стоит и через секунду сюда явится магический ОМОН и всех повяжет. Само Лени сидит на полставки. Ну а когда Грюня начал спамить по городу плакаты с адресом своего форума, Ньют наконец-то понимает, что не кончился лимит времени, который можно было бы тратить на всякую херню и пошел в министерство, чтобы там найти биографию Криденса. В министерстве спрятана шкатулка Тина. В ней ответ на вопрос, кто такой Криденс? Откуда ты знаешь, что он там? Откуда? От верблюда. И план получить шкатулку такой же проработанный, как физика Форсажи, заранее приготовленным оборотным зельем, одеть скин своего брата, чтобы незаконно попасть в министерство и украсть шкатулку. И когда в министерстве работает его брат, он даже шляпу на голову не надел, чтобы брат его случайно не спалил, что и происходит. Еще и сыворотку сварил паленую, эффект от которой проходит всего через несколько минут. Ну а Тина решила прибавить себе срок в Аскабане и напала на брата Ньюта, чтобы не мешал проникать в хранилище. Повезло им, что в министерстве все глухие и умственно отсталые. Эти двое не увидели дуэль перед своим носом, а бабулька Чоповиц впустила в хранилище людей, которые представились чужими именами и даже не проверила паспорта. Она тупой. И прямо здесь Ньют начинает жить по принципам Дамблдора. Забивает на работу и начинает обустраивать жизнь для своего брючного брата. Не будь счастлива, только пожалуйста не будь счастлива за меня, потому что я несчастлив. Ты можешь сказать это с выражением в одном тоне, только с мимикой твоего лица, как ты это умеешь делать? Ну это просто постная хрена какая-то. И когда бабулька Чоповиц пускает в хранилище всех подряд, неудивительно, что кто-то уже украл шкатулку Литы. Записи перемещены в фамильный склеп Ле Стрэнджи на Перла Шасс. А когда до бабульки дошло, что ее обманули и пришла на разборку с несколькими хреновыми CGI, Лита на пустом месте атакует графику. Вместо того, чтобы отблагодарить бабульку коньяком за потраченное время и спокойно уйти. И когда у Киса к скорости третьей передачи Солярыча, гринписовцы само собой убегают от них будто черепах и прячутся в чемодане. И так как у Кисунь стоит чит на неуязвимость к любому урону, а трансгрессия в министерстве заблокирована, Нюд седлает свое новое животное с премиум навыком режиссерской телепортацией и трангрессирует на форум Гриндевальда. И пока гринписовцы зарабатывали себе уголовку, громя архив министерства магии, Пухляш успел познакомиться с Фламелем, который ему на магическом шаре нагадал, что Куни уже на форуме, куда он и побежал сломя голову, упустив Юсуфа, которого должен был охранять. А чиновники министерства магии со всем крышей поехали. А вы что, сомневались? Додумались отправить Гидулю возрастом в 600 лет биться самым темным и опасным магом. Вы должны пойти. Что? Я не сражался уже лет 200. Фламель, вы сможете. Мы в вас верим. Принципы Дамблдора все сделать чужими руками уже даже министерство магии взяло на вооружение. Вот это по-нашему. Ну а гринписовцы без какой-либо маскировки уже занимают места на форуме Грини, не подумав, что их прямо здесь отстрапонят Авадо Кедаврой, если узнают, что они менты министерства. И вот выходит Ленин мира магов и начинает речь с контекстом всех маглов на фарш мир будет наш. Ну а далее с опозданием на несколько часов приходят мракоперцы, которые только получили зарплату и сразу же пустили все на пиво и косяк. Ведь когда Грюня толкал им речь без палочки и не имел возможности отразить заклинания, никто не догадался бросить на него столбеней и по-бырому трангрессировать с ним воскабан. Вместо этого начали пафосно расхаживать по трибунам, будто собирают у людей милостыню. Даже когда Грин Девальд приказал своим приспешникам уходить, чтобы разносить по миру пропаганду о революции, мракоперцы продолжили играть с ним в гляделки, вместо того, чтобы одновременно атаковать со всех сторон. В итоге Гринни стало жалко планету, что на ней живут такие б***ни, и он начинает процедуру очищения. С оттяжечкой. И тренировки мракоперцы явно проводят лишь по одной дисциплине. Пью клей и нюхаю бухлишко. Раз не знаю даже заклинания защиты от огня, которое знает британский гримписовец. И пока в министерстве магии появляются новые вакансии, Криденс пошел за Гринней, за которым так же и пошла Куни. Ведь лидер темных магов куда лучше перспектива в бойфренды, чем усатый истребитель бигнагетсов. И странно, почему Лита не работает в министерстве идиотов в должности главный мракоперец. Раздодумалась уничтожить череп предсказания и пожертвовать своей жизнью, отвлекая Гриндевальда на себя, чтобы убежали остальные, когда все могли уйти и без ее бессмысленного самопожертвования. И помогла, так помогла, уничтожила череп, из которого вырвалась магическая драконообразная хрень. И повторил бы сейчас Париж судьбу королевской Гавани Вестероса, если бы сюда вовремя не пришел Фламель и не объяснил бы неучим, как правильно мракоборить. Вести в круг, палочки в землю, иначе весь Париж будет разрушен. И всеобщими усилиями магам удалось загнать дракошу в склеп и остановить превращение Парижа в Москву образца 1812 года. Ну а далее Ньют понимает, что животный в разы умнее него, раз пока он наматывал сопли на кулак и не использовал птичку ОМОНовца, чтобы повязать Грин Девальда, как в прошлый раз, его крот-клиптоман спер у Грин Девальда ювелирку и сходив на консультацию к режиссеру, узнает, что это клятва Дамбо и Грини и несет ее лучшему директору. Это клятва на крови, верно? Пошел нахер, мальчик! Да сценарий достоин Оскара. Если бы Ньют не был скупердяем и лентяем, который до сих пор не купил нормальный чемодан, чтобы из него не сбегали животные, клятва бы так и осталась у Грин Девальда. Но сам Грин Девальд поселяет Криденца в своей коммуналке и сдерживает обещания, рассказав, кто он по жизни и что он является племешом Дамблдора, после чего дает ему палочку, чтобы тот потренировался перед тем, как пойдет валить своего дядю. Ля, зыр, че могу! Черт! Да ты титан! Ой, как такого остановить? Какой-то распрекрасный хуй свалится с неба и всех спасет. Возможно. И мертвый месяц еле освещает путь, и звезды дарят нам на грудь не продохнуть, и воздух ядовит, как ртуть, нельзя свернуть, нельзя...